Слава Украине, Героям Слава, предцам от Полонского. Смотрите, русские сначала кричали, что, мол, ничего страшного не произошло, как обычно. Это был хлопок в Крыму, и что, как бы, их армии, и с точки зрения ихнему Крыму ничего не угрожает. Но напомним, прежде всего, что Крым это Украина, а потом продолжим. И объясню вот что. То есть они вопят во всю глотку, что ничего страшного не произошло. Ну, и, скажите мне, и Джанко, и Гвардейская, и Новофедоровка. Это все ерунда, и, мол, и не такое видали. Нет, да нет, не видали. Я вам скажу одно. Смотрите, после произошедшего вчера и сегодня из Крыма исчезла практически вся фашистская авиация. Из Бальбека, например, да, улетело абсолютно все. Все истребители-бомбардировщики, все истребители, вертолеты. Все это перебазировалось в Краснодарский край фашистской федерации. То есть, если бы это было настолько не опасно, они бы, наверное, оставались во временно оккупированном Крыму. Но они прекрасно знают, что Крым это Украина. Они прекрасно знают, что Украина Крым никогда в жизни не оставит. И удары по фашистской инфраструктуре в Крыму будут обязательно продолжены. До освобождения Крыма и до перехода Крыма под юрисдикцию Украины. Как это и должно быть в соответствии со всеми международными законодательствами. И вот эти русские бандиты и террористы, они это прекрасно и по ним понимают. И несмотря на всю свою браваду о том, что мы, мол, великий я и мы могучий я, они прекрасно понимают, что их ПВО не стоит ломаного гроша. Что их ФСБ такое же, как ПВО. И что Украина сделает в Крыму все, что посчитает нужным. Вот, собственно говоря, и весь сказ. А пока что рашисты просто-напросто взяли и удрали из Крыма. По крайней мере, для начала их авиация. И, кстати, жены командования Черноморского флота тоже уже удрали. Так что имейте это в виду, рашисты. Возвращайтесь лучше домой. Вам нечего делать в Украине, там, где вас не звали. Слава Украине!